Говорят, недавно под Киевом кто-то принес в лесу из леса букет подснежников. Такая погода. Это, конечно, приятно, это мило, как в сказке, но все-таки лучше пусть будет зима, пусть будет снег. Вот последние дни сегодня уже радует, осталось снега добавить. В этом смысле поздравляю всех нас, друзей, близких, соратников, вообще всех. С Новым годом! Я вспомнил сказку «12 месяцев детства». И поскольку я представляю сферу образования, науки, то для меня очень такое примечательное пожелание, которое сделал в этой сказке, если помните, учитель, ученый, который жил при дворце, и он сказал очень простое пожелание. Он сказал, что я хочу, чтобы после зимы была весна, чтобы после весны было лето, после лета осень, чтобы все было так, как обычно, по правилам, по порядку. И в этом смысле мне тоже хочется пожелать, чтобы мы все вспомнили, вот что мы, зачем мы, вот естественные наши пожелания в жизни друг другу, стране нашей. И, например, я хотел бы, чтобы учителям в этом году повезло больше, чтобы они стали учить детей. Вот то, ради чего они пришли в школу. Потому что одна учительница как-то в отчаянии сказала, я, наверное, скоро выйду на улицу с плакатом, где будет написано «А можно я просто буду учить детей?» Вот не дают общаться. Что такое учить детей? Общаться с ребенком, говорить с ним по душам, о смысле жизни, тихо учить детей. Чтобы наши политики управляли страной, а не бизнесом. Они смотрят на страну как на свой бизнес, и поэтому получается то, что получается, бизнес не ликвиден, не получилось, его надо продать. Вместе с нами, между прочим. Вот. Получается, что, чтобы быть, управлять школой, управлять заводом, нужно быть профессионалом, нужно много готовиться, а управлять страной. Что, разве не нужно быть профессионалом? И в этом смысле мне хочется, чтобы мы все поверили в себя. Вот. Вспомнили, что мы есть народ. Народ, который должен сам строить свою жизнь, управлять собой, нанимать чиновников, требовать с них, если они плохо управляют. А мы как-то устранились от этого. Это, наверное, неправильно. Вот давайте вспомним. Потому что самое главное, наверное, в жизни – это не казаться кем-то, а быть. Просто быть человеком. быть профессионалом, быть родителем, быть учителем, быть политиком. Вот в настоящем смысле этого слова. А чтобы к этому вернуться, а вернуться надо, тут очень важно вспомнить, что главное слово – не «как». Как сделать, как учить, как управлять. А самое главное слово – зачем. Зачем мы живем? Зачем мы пришли в школу? Зачем мы взялись управлять этой страной? Ради чего? Что есть смысл? Вот о смыслах. Давайте подумаем о смыслах. Я хочу пожелать, чтобы эти смыслы к нам пришли. Если мы захотим, конечно, они к нам придут, и Господь нам в этом поможет. Давайте будем православными, давайте будем людьми духовными. Давайте вспомним, что не какие-то европейские ценности, которые нас куда-то влекут, а наши ценности, нашей земли, нашей страны, нашей истории, нашей Родины для нас самое главное. Это мы должны сохранить, это должны передать нашим детям. И пусть все будет хорошо в этом году. Удачи нам, страна Украина, страна Малороссия, страна, которая всегда была великой. Я надеюсь, она такой и останется. Удачи нам.